Я бы себе, наверное, купил бы маску Анонимуса. Крабинеры все в наморниках боятся птичьего гриппа. Не птичьего гриппа, а как называется это? Коронавирус. Я понимаю, что раньше гадили в море. Тренд, тренд именно маски. Маски или медицинские, или, соответственно, понятно какие. Венеция это, конечно, просто отрыв, на самом деле. А я пока венца, так сказать, был воно, жажда в очередь. Ну, что такое деньги? Деньги это бумага, на самом деле, друзья мои. Кстати, неимоверная, баланс за борт, баланс за борт, what the fuck? Смотрите, очень интересное место, наверное, там местный багажь проживает, у него свой личный мост. Друзья, вот там он прошел, дикий троллинг, на самом деле, над коронавирусом. Друзья, на самом деле, вечер перестает быть томным, а значит, после русского дома на сцену вырвались какие-то казаки, на самом деле, устраивает просто форменную функциональ. Друзья, как говорится, приехал в Венецию, и здесь, собственно говоря, издалека долго. Все равно течет на река Волга. У меня одно на самом деле, у меня есть одна фраза, что в Венеции, что же ты творишь-то, а? Ну, это просто... Браза и сестра, how are you? Сегодня у нас второй день путешествия, сегодня приехали в Венецию, вернее, вчера я приехал в Венецию, вы это все видели. Значит, вот в такой клетушке я обитаю. Стоимость будет приведена. Вот так вот выглядит мой санузел. Ну, такой стандартный одноместный номер. Вот что творится за окнами. То есть, внутренний дворик, это Лидо. Лидо, это тоже часть Венеции, но, скажем так, не центральная, а немножко удаленная. То есть, нужно добираться до основной части на Вапарето, но я купил себе проездной билет. Соответственно, с этим проблем не будет. Единственное, что, конечно, 30 минут, наверное, это займет. Вот такая история. Сейчас пойдем юзать завтрак. Вот так вот выглядит отель, вот так вот дверь. Вот так вот типичный европейский отель. Маленько. Если ничего не буду бомжурно, это по-французски. Вот, вот так вот все устроено. Устроено. Войдем, выйдем. Короче, вот так вот выглядит завтрак. Ну, собственно говоря, ничего нового, на самом деле. По-моему, слишком много булок. Ну, собственно, что, вот, так сказать, чтобы вы понимали, в таком отеле я живу. Так, в отеле живу. И выходим, 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 выходим. И тут же уже, короче, начинается. Бонжорно, бонжорно. Бонжорно. Сегодня, на самом деле, финал будет. Будет, будет, будет сегодня финал карнавала. Поэтому сегодня все такие разодетые. Остров Лидо находится немножко вдалеке от основной площади. Но, тем не менее, отельчик такой нормальный. И номер нормальный. То есть, ну, такая типичная Европа. Все очень круто. Сегодня будет веселый день. Все, пойдем к вапорету там. Так, вот, смотрите, друзья. Здесь можно обратить внимание на три вида транспорта. На Лидо. Это скутера. Это машины. И это, собственно говоря, речной транспорт. То есть, скутера. Брадо, вот так вот выглядит вапорета при свете дня. Вот таким вот образом. Красота-то какая. Лепота. Значит, у нас сегодня в 12.00 с колокольни Сан-Марко будет полет Орла. Это такое мероприятие. Не знаю, что это такое. На самом деле, я стараюсь успеть. Если ничего не путают, есть колокольни Сан-Марко, но могу ошибаться. Крутит. Так, друзья, вы понимали, на самом деле, вот остров Лидо находится вот там. Вот, то есть, ну, вся поездка занимает, наверное, минут семь. Минут семь вот это уже основной остров. Вот до Сан-Марко, соответственно, низко остановок. В принципе, норма. Так, немножко высадились из вапорета, чтобы до Сан-Марко и дойти пешком. Вот это знаменитые гондолы. Их очень много, на самом деле, но, говоря, стоимость, чтобы покататься на гондоле, достаточно большая. Ну и так, я не знаю, конечно, может быть, только чтобы галочку поставить. Я в Лас-Вегасе катался на гондоле по каналам в казино. Ну, знаменитые маски. То есть, за 7 евро себе можно купить маску любую и в ней рассекать. Это слишком большая, мне кажется. Я бы себе, наверное, купил маску анонимуса. Пугали, что будет много народу, но народу не так много, на самом деле. Крабинеры все в наморниках, боятся птичьего гриппа. Птичьего гриппа, как называется, коронавирусом. Очень круто. Пока я себе не приобрел маску, но вот народусь вот в таком вот виде. Ходит, это, конечно, как бы какой-то некий показ. Вчера, когда вот ехал, первое впечатление от Венеции, оно, конечно, всегда потрясающее. Потому что я просто не понимаю, что происходит. Потрясающее, конечно, то, что дома реально стоят прямо в воде. И, допустим, я как человек, который, в общем-то, уже больше 10 лет работаю в строительстве, я тут же начинаю, тут же начинаю соображать, а куда уходит канализация, да, куда, в общем-то, вот, как вообще все это функционирует. Это же интересно, на самом деле. Я представляю, что раньше гадили в море. Ладно, не будем о грустном, все-таки сегодня Венеция. Друзья, если ничего не путаем, мы добрались до площади Сан-Марко. Мне кажется, вот это вот именно есть та самая колокольня, с которой, соответственно, должен стартовать Орел. Орел, которого все ждут еще до Орла, наверное, 20 минут. Так, на самом деле, вот, тренд, тренд именно маски. Маски или медицинские, или, соответственно, понятно какие. Смотрите, разогнали народ. Я предполагаю, что Орел вот именно полетит сейчас. И народ, народ вот туда вот, туда вот направляют. Интересно, интересно. Маску пока не купил. Все маски, они не очень удобные, потому что, ну, как-то их надо каким-то образом носить. И они, соответственно, вот у меня кепка, и не очень удобно просто. Я думаю, по-любому должно, как бы, что-то произойти, правильно? Если я, если тебя крадили в улицу, то, по-любому, должен, соответственно, какой-то Орел полететь. 12.00. Вот такие вот штукенцы. Пираты, пираты, друзья. Да, если я ничего не путаю, то пойдут вот оттуда, пойдут, соответственно, участники парада. Пойдут вот туда. Что называется, почувствуйте атмосферу, друзья. Вообще, честно говоря, вы знаете, у меня такой ебальник, что мне даже не нужна, на самом деле. Я сам, в принципе, как неотъемлемый участник карнавала, мне кажется. Разные, смотрите, сейчас мы прорвемся к сцене. Прорвемся к сцене, вот такая вот красота, какая вот такая вот творится. Так, так, так. Все ждут Орла, все ждут Орла, которые должны непременно упасть, как говорится. Вау. Пойду, если 4 евро, куплю себе, наверное, венца, потому что горячего венца, потому что пить хочется, на самом деле. А покупать себе воду за 2 евро дико не хочется. А кока-колу за 3 евро еще более не хочется, поэтому, наверное, венца себе пойду куплю. Друзья, вот такая вот абсолютно маленькая-маленькая порция вина, стоит 4,5 евро. Ну, полная беда, конечно, с деньгами. Венеция, это, конечно, просто отрыв, на самом деле. Пожалуй, самое дорогое путешествие, о чем у меня когда-либо было. Все ждут Орла, все ждут Орла, соответственно, который должен вот оттуда упасть. А я пока венца, так сказать, долбану, жажда мучает. Ну, знаете, на мой взгляд, это не какой-то не полет, а какое-то ползание по небу, на самом деле. То есть я его снимаю на экшн-камеру, на самом деле, он ни хера не экшн. Судя по всему, он летит с флагом, который символизирует чемпионат мира по лыжному спорту, который проведет в 21-м году. А я так понимаю, что горно-лыжный, горно-лыжный спорт. Вот как-то так. Итак, враза инсиста включил роуминг международный, потому что немножко все потупливает. Значит, сейчас мы поедем на остров Джудеке. Джудеке, площадь Сан-Марка мы побывали, посмотрели. Слечи-поинт остров Джудеке. Мапака. Походу, из-за дороговизны придется такому на подножном корму питаться. На самом деле, 3,5 евро. Это, короче говоря, вот это 5 евро все обошлось. Ну, что такое деньги? Деньги – это бумага, на самом деле, друзья мои. Поэтому не забудьте задонатить, так сказать, видеоблогеру. Зетели, Зетели. Хочу на Зетели попасть. Зетели находится бы там. И вот так как туда куда-то идти, мне сказали, и там на самом деле травматчик есть, по которому, в общем-то, и путь. Вот как-то так. Итак, друзья, вечер переставит быть полностью. Я уже в образе, на самом деле, вот едем к Зетели. Зетели находится бы там. На самом деле. Собственно, стартанули вот там, вот эта марка. Марка вот там, где находится. Затем неимоверная баланс за борт. Баланс за борт, вадапарка. Это просто что-то уникальное. Сейчас разоблачиваем это местечко, а потом вернемся в Сан-Марко. Там в 14.30 стартует финал конкурса «Маскарад на Хасиму». Нечаянно вышел на острове Сан-Джорджио. Вот такая вот красотень. Вот эта яхта. Яхта очень котирует. Яхта, маяк на самом деле. Ну, потрясающе. Море вообще. Море-то мои стихии. Я обожаю море. Конечно, красота жить в таком домишке. И каждое утро слышать звуки чаек. Здесь какой-то соборчик. Такой маленький островок на самом деле. Конечно, он очень хорошо отличается. Вот тот остров, на котором находится площадь Сан-Марко, он такой шумный. Там постоянно движуха идет. А здесь, казалось бы, немножко отъехал. То есть ты с одной стороны видишь то, что происходит на Сан-Марко. Когда вот у тебя буквально через, хочешь сказать, через речку, через канал, наверное, да? А здесь так тишина на самом деле. Наверное, здесь очень хорошо отсыпаться. Сейчас сядем на паромчик. И, соответственно, паром нас привезет на следующую остановку на Эзетелле. Как говорится, баланс на мордовке. Называйте меня капитан Демо. Остров Джудека, соответственно, здесь две задопримечательности. Непосредственно сам остров Джудека и набережная Неисцелимов. Друзья, остров Джудека находится по ту сторону канала от площади Сан-Марко. Такой очень тихий остров. Здесь проживают очень, говорят, богатые люди. Здесь все очень так по-тихому, по-спокойному. То есть, вот такие каналы. Здесь, на самом деле, очень хорошо гулять. То есть, вообще, потрясающее место, конечно, как вся Венеция. Что же там говорить? Говорят, что это район местных богачей. Давайте туда посмотрим, что там делается. Да, все, дальше уже не проехали. Видите, вот такой вот каналчик интересный. То есть, можно пересечь весь остров по каналу. Вот, и, собственно, дальше уже выходишь в открытое море. Потрясающе. Смотрите, очень интересное место. Наверное, там местные богачи проживают. У него свой личный мост. Видите, вот этот мост именно личный вот этого товарища. То есть, соответственно, вот здесь, видимо, за ним заходит какой-то такси, да, речной. Или у него лодка своя есть, правда, не пришвартована. А это его личный мост. Очень круто. Какой вот католический собор на острове. Спасибо. 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 Друзья, быстрее этого аппарата, чтобы успеть к финалу постемированного показа. Это не тот аппарата, это не наш аппарата, поэтому я туда не пойду. На. Это Хилзон. Крутой, наверное, аппарата для богачей. А вон, видимо, мой аппарата плывет. На самом деле, на него-то лучше, конечно, успеть мне. Да, наверное, это мой аппарата. Хотя, на самом деле, как бы нигде не написано, что это цифра 2, и нигде не написано, что это мой переводчик. Поэтому, ладно, еще гуляем. А потом уже поедем, потому что так немножечко, видимо, опаздываю. Стыки. Стыки. Красота, конечно, неописуемая. Все, что вы говорите. Потрясающе просто. Отпад, друзья мои. Да, вот это уже, видимо, другой остров. И вот в этом другом острове, там, видите, такие уже частные домики, такой же современной постройки. Вот, то есть там все хорошо. Все, пойдем. Пойду в аппарат, друзья мои, ловиться. Пока. Друзья, вот там вот прошел дикий троллинг, на самом деле, над коронавирусом. Вот если вы посмотрите, то есть люди, как бы, в общем-то, так сказать, дикий троллит на особе коронавируса. Очень весело. Обязательно пишите в комментариях, какой костюмчик вы бы на себя примерили бы. Интересно будет узнать. Причем штука в том, что люди, которые, соответственно, надели на себя вот эти вот костюмы, они так важно, чинно шествуют. Я так предполагаю, что в прошлые времена вот именно вот так вот важно, чинно, соответственно, надо подходили именно вот костюмированные вот эти вот ребята. Я так думаю, что показываю. Какие-то обходы. Потому что они будут популяцируем. Какие-то эти вот они будут Hotроки. Друзья, которые будут готовы. Друзья, первый показ, как наш соотечественники, это русский дом Верона на самом деле, сейчас начнется показ. Это конкурс на лучший костюм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Друзья, русский дом только что представил показ коллекции своей, но на самом деле так, сибирь, снижение. Но тем не менее, как бы в конкурс на лучший костюм открывают русские штексы уже не может не продавать. Друзья, на самом деле вечер переставит быть томным. Значит, после русского дома на сцену вырвались какие-то казахи, на самом деле устраивает просто форменную функциональ. Друзья, Орда добралась до Венеции. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Друзья, как говорится, приехал в Венецию и здесь, собственно говоря, издалека долго все равно течет река Волга. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 DimaTorzok 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 такой лайфхак по их алкашки в венеции расскажу вам где что брать на самом деле чтобы сказать не тратится потому что реально как бы цены кусачие вот на самом деле как бы в общем-то так сказать старые морские волги они всегда найдут себе фарватер погнали сейчас еще и пенсат я делаю ставку на вот путешествие я венца готовлюсь к финалу а на ура а перетиво пиадо сан марга перед антаркл фестиваль 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 репорт а переставая м а вообще И они действительно прекрасны. Еще один трюк, еще один трюк. И еще один трюк. Тюкземный трюк. Тюкземный трюк. Тюкземный трюк. Да, если трюк. Мы еще один трюк. И даже спектакляю стюкзем. И сценарист, и луккземный трюк. Наши, это ещё не стойк. Я говорю. Не скажем, это ужасно. Что мы делаем? Это очень тяжелый выбор! Три, два, один... Готово! О, мой Бог! Браво! 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 С người бурят! Вы можете сделать это! К трем! Три, два, один... Готово! С разогреп elves! К тиху-н sorcerю, Это что мы становимся! может не быть, как сказать, немного исполнил, но это не так. Итак, мы с Джорджо и Трако, который подходит на ленте награды на гиуре технике, красный или красный? Три, два, один, вытаскиваем! И это красный! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 DimaTorzok 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 собор и здесь будет набережь, извините, либо гондолы, смотрите, на самом деле вот вечер Венеции просто потрясающий, такое ощущение, что такой немножко кремовый, кремовый закат на самом деле. Уникальное место, конечно, то, что мы говорим. Я, конечно, честно говоря, в полном восторге от вот этих вот красот, и у меня одно, на самом деле, у меня вся одна фраза, что Венеция, что же ты творишь-то, ну это просто что-то уникальное, закат Венеции, вот этот вот кремовый, я не знаю, видно это через камеру или нет, но это просто что-то уникальное, друзья мои, я много чего видел, много где побывал, но такой красоты, пожалуй, это топ, пожалуй, это топ, друзья мои. Друзья, значит, путешествия по Венеции здесь, вы знаете, такие есть узенькие коридорчики, и в них не то, чтобы не безопасно заруливать, но просто вот вы можете вот так вот зарулить, и наткнуться вот в такой вот тупик, видите, этот коридорчик идет, видимо, чтобы, так сказать, сесть на гондолу, вот, а моста нет, вот, пойдем к мостику. Абсолютная чума. Друзья, вот тот самый собор, Кампо де ла Салюте. И, видимо, вот это, так называемая, набережная неисцелимых. Пойдемте в собор посмотрим. «Господь Гаспет». Кстати говоря, первый раз в католическом соборе вижу реально православную вроде икону, похожую на православную погремель. Это был ключник и он, видимо, закрывает собор. Друзья, вот этот вот собор, он был построен в честь победы над чумой. Друзья, идем в самое молодежное место, называется Набережная, не Набережная, а Кампо Санта-Маргарита. Там достаточно большое количество молодежи тусуют и там, наверное, как бы надо найти какое-нибудь место, где пожрать. Идти достаточно долго, минут 25. Вот, ко всем прочему, еще разрядился телефон, надо будет его там зарядить. Друзья, зашли перекусить, соответственно, ну, в принципе, блюдо нормально выглядит. Вот насчет салата, блядь, накидали какой-то хуйни, по вашему счету. Ну, на самом деле, что, просто где наш не пропадал, на самом деле. Все, неприятного визита, вам не хворать. Немного минута позже. В общем, все-таки, конечно, цены на еду реально кусаются. То есть, допустим, вот нормально поесть, то есть два блюда обошлись, получается в 36 евро. Потому что, на самом деле, там вот то, что вы видите в прайсе, это как бы еще тема без налогов, на самом деле. Вот, по большому счету. Поэтому лучше всего, конечно, все-таки вот такие вот капли забирать. Допустим, там 9, там по 8 баксов. И имейте в виду, что, на самом деле, еще идет накрутка налога. Налог, то есть, на самом деле, счет, который вы получаете, он немножко меняется. Он настолько другой. Вот, поэтому, в общем-то, венеция кусается. Ну, вот, чтобы комфортно себя чувствовать, в Европе, на самом деле, вот у меня всегда ценник, это 100 евро в день. 100 евро в день без гостиницы, без всего. То есть, тогда ты чувствуешь себя нормально. Во всех остальных случаях реально может на что-то не хватить. Значит, завтра, я думаю, что с самого утра я начну как бы там бомбить. Вот, и все-таки постараюсь вот именно поюзать такие заведения, типа, знаете, там пасту поесть, там прочее, что-то в этом роде. Мне кажется, как бы там покруче. Вот. Тихая венецианская ночь. На самом деле, в Венеции еще очень темнеет рано. Вот, февраль, по сути, в 6 часов уже темно. В 6 часов темно, на самом деле, мы привыкли потусить там до нуля, по крайней мере. Вот, поэтому, как бы, 6 часов ты еще, в общем-то, должен там пинать хуи, конечно. В Венеции, как бы, когда темно уже хорошо. Ну, конечно, когда все-таки свет. Поэтому советую вам всем пораньше вставать, на самом деле. Пораньше вставать, чтобы заплатить, хапнуть наибольшее количество достопримечательностей. Видимо, прибыльно закрытую вечеринку. Вот это речные такси стоят очень дорогое. Странно, вчера был, конечно, полный восторг. А сейчас уже при этом смотрят, что так, ну, Венеция и Венеция. Сейчас, наверное, пораньше поеду к себе в Лида. В остров, чтобы отоспаться. И завтра с утреца на самом стартануть. Потому что, чем больше ты находишься в номере, да, тем, на самом деле, больше светового дня ты теряешь. Друзья, третий поинт, это, соответственно, площадь Санта-Маргарита. Вот, я так понимаю, что она примыкает и где-то рядом находится с площадью Дорома. Площадь Дорома, это куда мы вчера прибыли. Туда автобус из аэропорта приходит. Вот, ну, я так посмотрел. В общем-то, пойдем вот туда лучше. Друзья, ну, и, собственно говоря, немножко треша вам. Вот такой вот, собственно говоря, венецианский туалет. Почему-то он очень низкий. Вот, а это, это не волосы. Это части маскарадного костюма. Браза инсестер хотел сегодня, так сказать, свинцом посидеть. Но подумал, на самом деле, все это повсня, потому что, когда увидел вот это вот. Это итальянский стронг лагер 9 градусов, на самом деле. Ну, как бы, если лагер, то пиво, на самом деле. Вот просто он здесь 0,33. Ну, сейчас заценим. Сейчас прям при вас оценю. Ну, вообще устойчивый вкус Амстердама, на самом деле. Амстердам-навигатор, в честном виде. Друзья, заканчивается, на самом деле, первый день Венеции. Прибыл я в Лидо. Или Лида. Не знаю, как прочно. Сейчас пойду в супермаркет. Куплю воды. И сегодня пораньше лягу спать для того, чтобы завтра, в общем-то, максимально быстро начать капать в достопримечательности. Друзья, обратите внимание, допустим, если в России есть разливное пиво, то в Италии есть разливное вино. Причем, я так понимаю, что это самообслуживание, на самом деле. Круто!